Сергеевский полигон. Учения временно приостановлены. Каждый из тысячи человек личного состава участвует в создании святилища. Теперь батюшка сможет оказать морально-психологическую помощь военнослужащим. Чтобы Господь укрепил наши силы, друзья мои, укрепил наш патриотизм, чувство любви к Родине. В этом полевом храме, как и в обычном, есть всё – свечи, иконы и, конечно же, священник. Военнослужащие могут приходить на исповедь, участвовать в молебне, получать благословения. Издревле – это уже традиция более 300 лет. Всегда в воинских соединениях, частях были храмы. Были полковые священники. Это ещё от Петра Первого шло. Ну и при царе Иване Грозном тоже были священники среди стрельцов. Служба в полевом православном храме будет проходить каждые выходные дни. Но есть здесь люди и другого вероисповедания. О них тоже подумали. Как правило, у нас организация такой категории людей организована следующим образом, что у нас в субботу и воскресенье, они выезжают под руководством офицеров и так далее, выезжают в город Уссюрийский и посещают там свои мечети и другие храмы. Пока идут учения, походный храм будет находиться здесь. Когда полевой лагерь снимется, соберут и эту палатку, успевшую за время боевой подготовки стать священной. Екатерина Рехтина, Александр Синельников, Телемикс.